МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в рамках акции «Наши дети» у Хомеля прошел новогодний молодежный баль. 80 наученцев и студентов протягнули традицию, початок которой был даден и в минулом годе. У атмосферы 2018-2019 года окунулись и наши корреспонденты. Гэта саправды вельми прыгожая. Коли на паркет выходят 40 пар у костюмах минулых стагодзеу, застаться абуяковым не может никто. Многие удельники балю займаются танцами не один год и выступают в отповедных ансамблях. А некто специально рыхтовался до этого вечера. Только на первый взгляд сдаётся, что полонез, вальс и полька выконываются просто. А на самой справе – постоянная концентрация и доведенные до автоматизму рухи. Хоть с другого боку. И отчувание у таким отдельней незвычайное. Каждый день такое не прочувствуешь, как будто окунаешься в прошлые века, когда это было модным. Скажем так, у нас сейчас это не считается модным. Сейчас это элитно, можно сказать, поэтому приятно очень почувствовать себя в такой атмосфере. Очень интересно. Мы учили танцы с нашим заучием Татьяной Сергеевной Двораковской и репетировали с хореографом. Пару занятий было. Ну, было интересно. Это разнообразие. Я никогда танцами не занималась, а тут так. Было интересно. Невеликий перепынок для уручения у знагород. Это так сама традиция. 50 наученцев установ в середней профессийно-технической и середней специальной эдукации отрымливают премии Абл-Ваканкама. Сарот лауреата, операможцы республиканских и международных конкурсов и олимпиад. Я вообще родилась в Беларуси. Так-то родители у меня из Туркмении и Азербайджана. Так как я не совсем белорусская, для меня, конечно, створяла некоторые сложности изучать другой язык. Но с помощью моих учителей, и я безумно им за это благодарна, у меня это получилось. Я считаю, вы достойны мере. И снова баль. Да у делу им гэтые пары не просто рахтовались на репетициях. Практично все выучали историю и культуру 18-19-го стагодзев. Кажут, что без отчувания атмосферы этих часов танцы не будучи такими видовищными. Александрова, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Республиканская акция «Наши дети» протягивается. На гэты раз добрую справу здейсняли гомельские представники управления внутренних справ. Яны наведали дом семьи Нагатыпу по улице Хуторской. Яхо госпадыня Наталья Радченко выховывая 11 детей, 9 яких приемные. Дед Мороз и Снягурка повиншовали маленьких же хоров дома с надыходящими святами. А так само уручили подарунки, ласунки, цацкие сувениры у выгляде зорочек, кабусе мары де-то кажеття вилися. Для правоохойников удел у республиканской акции «Наши дети» стал доброй традицией. Вообще Новый год – это, считаю, семейный праздник. И дай бог, чтобы в наступающем Новом году каждый ребенок обрел свою семью. И эта семья была для него счастливой. Всегда приносила радость, успех. Все желания, которые, пожалуй, загадает в новогоднюю ночь ребенок, чтобы они избались. И у протяг темы. До гомельских милиционеров долучилися коллеги с департамента Аховы. Яны так само подтримали республиканскую акцию «Наши дети». Проставники структуры наведали гомельский областный дом «Детяти». У в образах казышных героев Деда Мороза, Снягурки и Савы яны уручили установе каштовные подарунки. Гэта сродки гигиены, аховные маски для персоналу, а так само цацки для деток. На жаль, убачиться с малыми не отремалось по причине карантину. Али правоохранники сподяются. Выхованцы дома малютки отчуют их клопот. Поддержка и забота особо необходима детям из детских домов и интернатов, у которых нет родителей и близких. Акция, организованная начальником департамента охраны, полковником милиции Шепелем Александром Святославичем, явилась добрым и искренним воплощением желаний всех сотрудников подразделения охраны помочь таким детям. Память сердца. Сегодня отбусе финальный аккорд республиканского патриотичного проекта. За тыдень его мероприемства охопили всю Беларусь. Только в нашем регионе активисты БРСМ зладили больше, как два десятки акций в память и гонор вызволителей нашей родимы. Марина Северянова с подробностями. Задача молодежной инициативы для всех одинае – заховать историческую память о подвигу советского народа в годы Великой Айчинной войны. За тыдень мероприемств республиканского проекта провели во всех регионах Беларуси. Завершальный этап у Гомельской области отбился сегодня и складался, как и попереднее мероприемство, из двух часток – открытого диалогу и митингу реквиема. Первая частка пришла в библиотеку имя Ленина. Ребята обменивались мнениями, где у них была возможность пообщаться с ветеранами войны, точно так же высказаться по проблеме, у нас сейчас очень остро эта проблема стоит во всей республике и не только, это, конечно же, переписывание истории, истории Великой Отечественной войны. Находятся такие люди, не очень хорошие, которые пытаются нашей молодежи внедрить в их умы не совсем хорошие и правильные вещи. Сомнения все эти исходят совершенно из каких-то политических целей, потому что сомневаться тут ни в коем случае нельзя. Даже Германия, вот недавно выступал глава МИДа Германии, он сказал, что не нужно делать никакой ревизии. Германия свою вину признала. Только Германия виновата, которая сама развязала вторую мировую войну и тем, что напала на Польшу. Потом молодцы, ветераны, предстоянки улады и вовле усе необояковые люди собрались на аллее героев. Тут у знак поваги до наших протков с 200 лампадок выклали слово «память». Память, якая повинна застаться у сердца кожных из нас на заужды. Война была очень серьезной и очень боевой. Гитлер все старался сделать, чтобы победить Советский Союз. Но не получилось. Наши люди отстояли и независимость, и авторитет Советского Союза. Сегодня мы собрались на аллее героев, чтобы в очередной раз вспомнить о подвиге наших бабушек, прабабушек, дедушек, прадедушек. С каждым годом их становится все меньше, но мы стараемся помнить о них, ведь они нам подарили это мирное небо над головой. Этот проект напоминает молодому поколению, як важно памятать об тих, дякуючи кому мы живем. Дякуючи кому можем растить детей, радовать один одного, сустракать святой побачь с родными и сябрами и при этом не думать об войне. Марина Северьянова, Сергей Камку, Йоген Макеенко, телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня в «Гомеле» прошло посаджение областного координационного совета громадских объединений и политических партий. Все роды различных пытаний в вынеке проведения года малой родимы и подрихтовка до Всебелорусского народного схода. А про этот год меркованный план работы Совета на наступный год. У приватности громадским объединениям и политическим партиям пропоновано сконцентровать увагу на проведение мероприемства у присвященных 35-ти годзю авары на Чарнобыльской атомной станции и 80-ти годзю початку Великой Айчинной войны. А про этот год они примут активный удел у святкования у всех святов, которые будут проводиться в Беларуси, при чем не только державных. У приватности размова идея об днях памяти воинов-интернационалистов жанчин пожилых людей ведал. При этом у ответственности со своими метами и задачами партии и объединения будут сами вращать, в яких акциях они примутил дел. Пять годов за спробу незаконной перевозки элемента урвальвера прозукраинско-белорусскую мяжу. Сегодня у судей Чигуночного района Гомеля таки приговор отрымал 24-х годовый жахар России. Адвокат просила вызволить под обороного от усилякой отказности, але судья подрымал бок обвиновачивания. Наши корреспонденты протягнуть. У распорядженні нашей телерадиокампании оказались авидая здымки з месяца падзей. Инцидент отбылся ясче 18-го жневня. Тады у пункте по гранконтролю Новые Ярылович и Новая Гута падчас проверки документов пасажиров автобуса Киев-Минск падазренні выкликаў молоды чалавек. Высветлилася, што правоохоўной системой Расийской Федерации с пачатку гэтага года ён объявленый ў Межнародный вышук. Прычына – крадзяжы ў асабліва буйных памерах. На пытанні, куды конкретно ён едзе зараз, мушчына назвав прозвіща і столичны адрас свайго сябра, але ні такого чалавека ні в улице ў Минску не оказалася. Пры огляде багажа пограничнікі знайшли револьвер і нож. Літоральна адразу пасля гэтай знаходкі маладому чалавеку небыто стала кепска. Для яго была выкликана худкая допамога. Але замест больницы россиянину довелось адправецца ў следший ізолятор. На место выбыла следственно-оперативная група, был изъят револьвер, назначены ряд экспертных исследований. В отношении него применено, безусловно, задержание. Избрана мера пресечения мною. Избиралась, я направлял это уголовное дело в суд. Я избирал в отношении него, санкционировал меру пресечения заключения под стражу, с учётом того, что это преступление относится к категории тяжких и перемещалось оружие через границу, и человек находится в международном розыске. Справу скрупулёзно разбирали 4 месяцы разом з экспертами, які деталёво аналізывали характеристики і бояздольність револьвера. Увесь гэтай час обвиновачаны вину не признаваў. По яго меркаванні ніяких позаправных намеров у яго не было, а зброя не огнястрельная. Але суд вынес вердикт, обапираючыся не на оправдання на літеру закона. Коншатковы пресуд 5 годов позбавлення волі у выправленчай колонії узмоцненнага режиму. Пять лет вы мне дали, вот в чём мне неясно. Получите приговор? Я не даю раздюрувку суда. Я не даю праву. Это ваше право. Молодых человек с пресудом не сгадзіўся і може обжаловаць яго на протягу месяца. Марэна Сіверянова, Сергей Нігарэвич, Сергей Камкоў, Телерадиокампания «Гомель». На Гомельшыне протягваецца збор подписаў за проведення ў Беларусі чемпіоната свету по хоккею ў 2021 годі. Сёня дох этой акцій долучылась і открытая акціонерная федерація хоккея шайба Рене Фазеля і старшыня Ассоциація Федерація Хоккея Республики Беларусь Дмитрия Баскова у музея працованной славы Гомельмаша пришли активны прихильники здорового ладу життя. Сёня гэта акціонерная товарыства вядома не толькі продукциј сусветного узровню, але и спортивными досягненнями. На протягу сяго года тут проходят спортики, а дадзі закупки по пятнадцати видах спорту спрачаюцца як особные працавники, так и цеховая коллективы. А про чатаго шмат у кого деці займаюцца у спортивных секціях. У тымлі купа хоккея шайбай. Тема хоккея для нас очень актуальна, и она близка нашей всей семье, потому что мы практически основное время проводим в ледовых дворцах, мы это все видим, и это очень-очень дорого для нас. И поэтому мы выступаем в поддержку того, наша семья, чтобы чемпионат мира все-таки в Беларуси проводился. Это и получение опыта детям, пускай даже зрительного, но это опыт. Это интерес, это такие эмоции. У меня ребенок в четырнадцатом году был, посещал две игры. Это Россия-США и Беларусь-Финляндия. Он приехал с такими эмоциями. Это очень интересно, это очень важно. Ну, хотелось бы, очень хотелось бы, и мы обязательно бы посетили и в двадцать первом году игры. У ближайшие дни подписать лист до керовников сусветного и беларусского хоккея профсоюзный комитет пропоную всем работникам предприемства. Промушать никого не будут, каждый повинен принять решение самостоянно. Як переконанны инициаторы этой акции, наша краина не повинна позбавляться права проведения чемпионата свету. Только беларусы и Международная Федерация по хоккею повинны выращать дея, як будет проводиться ГТС-поборництво. Беларусы по-соправдному хоккейная нация, и она мая право на такое великое свято спорту и свято життя. Спорт повинен быть позаполитикой. В 2016 году был большой спортивный спор на международной арене, где проводить этот чемпионат. И в то время Республика Беларусь, я работал в Федерации хоккея, тогда председателем дисциплинарного комитета, я помню, как это тяжело шло. И беларусский народ, и Республика Беларусь доказала это право проведения чемпионата мира 2021 года именно у нас, на территории Республики Беларусь. Мы его завоевали. И сейчас мы должны это право отстоять, раз возникают такие негативные моменты и отдельные элементы нашего общества пытаются на этом зарабатывать какие-то политические баллы. Олег Сентяруга, Анна Коральчук, Валерий Гопанько, ТЭЛ, радует компания «Гомель». На «Гомельщине» протягивают работу громадские приемные. Нагадаем, звернуться до керавников структурных подразделений у Аблы Конкама и громадских организаций можно по ауторках ичать в верхах 16 до 18 ходин. Напередо дни звороты принимал начальник областной жилево-коммунальной господарки Дмитрий Згурский. Жихаров в области хвалюют пытань недоброго порадкования, рамонту жилевого фонду и инженерных сеток, будовництва станции обезжалезвания. Особным родком оплата отриманных коммунальных послуг. У гэтым годзе со своих квартир отселены коля 110 злостных неплательщиков, які не различываются на протягу от 1 до 3 годов. А прочатаго широку должников отмолена у оказаний послуг. Разом с тем, колькасть неплательщиков на «Гомельщине» практически не повеличилася. Где-то процентов порядка 8, это те, которые не платят по различным причинам. Либо это, так скажем, долгое время неплательщики, в том числе свыше 3 лет, либо это, так скажем, до года неплательщики, либо вновь появляющиеся. Такие тоже есть по различным причинам. С ними мы работаем, может, недостаточно, так скажем, целенаправленно для того, чтобы обеспечивать стопроцентную оплату в целом жилищно-коммунальных услуг. Белорусский фонд мира у першиню выращил на передании новогодних святов повиншовать тех, кто старанно працевал на протягу года и заслужил похвалы и узнагород. Так, сегодня старшиня областного отделения громадского объединения Тимофей Глушаков наведал фермы к суп Брылёва-Гомельского района и сустрелся с коллективом. Он означал, что это предприемство, что год показывает высокие выники, а его керавництво створяет годные умовы для работников. Живелога доля – это тяжкая праца, якая потребует человека полной отдачи и физичной, и моральной. Даярка – это особый человек, который особо трудится, она должна вовремя прийти, она должна соблюдать технологию, она должна внимательно относиться к животному, потому что если она на нее тоже будет раз кричать, она же не отдаст молоко то, что надо. Поэтому вот мы посоветовались и решили сделать это вот в Гомельском районе, в частности, в совхозе Брылёва. И мы сегодня хотим почувствовать доярек, сказать им большое спасибо за их такой труд, большой-большой труд. Молоко – это стратегично важный продукт, який так само з'является сыровиной для инших предприемствов. Значит, ферма не только стоит на варте харчовой безопасности краины, але и даёт працу иншим людям. За свои намагания 17 человек отримали в иншаванной подарунке. Сирот их – операторы машинного даяния, ветеринарные урачы, начальник цеха, живёла гадоли. ГТ-сустреча стала протягом акции «Славим человека мирной працы». ГТ, а так сама иншая новина, информацию об проектах телерадо-компании Гомель, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. На этом выпуск завершенный. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Будокошелёвском районе сегодня около 12.30 произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении «Пежо» и «Маза» погиб водитель легковушки. На 382-м километре автодороги М8, граница России, Витебск-Гомель, граница Украины, вблизи деревни Красной Октябрь Будокошелёвского района 48-летний водитель «Пежо» выехал навстречу и столкнулся с грузовиком «МАЗ» с прицепом под управлением 31-летнего мужчины. В результате аварии погиб водитель иномарки. На место происшествия были вызваны сотрудники ГАИ, следователи, эксперты и дорожные службы. Причины ДТП устанавливаются. Суд Житковического района начал рассматривать уголовное дело в отношении мужчины, который сел за руль пьяным и въехал в ограждение на мосту. В результате чего пострадал человек. Напомним, ДТП произошло 7 октября на автодороге Р-57 Кучино-Любань-Витчин. Нетрезвый 59-летний водитель «МАЗа» проезжал мост, на котором шел ремонт. Мужчина не учел боковой интервал и въехал в ограждение, которое сместилось и придавило ногу 49-летнему рабочему. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Добруша. Ему инкриминировано нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Авария произошла 18 июля. На автодороге Гомель-Аэропорт 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не объехал двух велосипедистов, которые двигались по краю дороги. От удара парня отбросило вправо по ходу движения кювет, а девушку под колеса другого автомобиля, который двигался позади нарушителя. От полученных травм 16-летняя велосипедистка скончалась на месте происшествия, а парня забрала скорая. Водитель был сразу же задержан. Было установлено, что на его счету это уже не первое смертельное ДТП. Водитель отсидел 7 лет за то, что в нетрезвом состоянии сбил компанию из пятерых подростков в городе Ветка в 2008-м. Тогда погибли двое несовершеннолетних. Следователи Гомельского городского отдела Следственного комитета вернули гомельчанину часы, которые были украдены у него этим летом. Эти золотые карманные часы – настоящая семейная реликвия. Передаются из поколения в поколение. Их оценочная стоимость – более 3000 белорусских рублей. Владельцы обнаружили пропажу в июле. Сразу же написали заявление. Через какое-то время вора задержали. Для него это было не первое дело. Мужчина был ранее неоднократно судим. На допросе он назвал приметы человека, которому продал ценный предмет в июле этого года. До конца 2020-го следствие будет завершено и дело передадут в прокуратуру. Информация была только такая, что от обвиняемого поступило, что он сдал эти часы на одной из улиц города Гомеля. И были приметы очень минимальные человека, которому он сдал их. В принципе, это была иголка в стогу сена. И после общения с обвиняемым я вышла и была готова пойти искать их самостоятельно, созвонившись с оперативниками центрального отдела. Я спросила похожие приметы. Был найден человек, схожий по приметам. И, как оказалось, счастливый был у него. Он являлся коллекционером и погреблял для себя в июле 2020-го года с руку этого нашего обвиняемого. В Лоевском районе на ОАО «Урожайный» прошли тактические учения. В отработке действий при чрезвычайной ситуации участвовали сотрудники МЧС, пожарные бригады предприятия и просто рабочие. Проверялись практический уровень подготовки и координация действий при ЧП. Работники с задачей справились и получили навыки по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Дуэль лидеров в хоккейной экстралиге Гомель дома играл с юностью. В преддверии поединка у соперников было одинаковое количество набранных баллов. К сожалению, противостояние сложилось не в пользу хозяев. Менчание усилиями счетчина на восьмой минуте счет открыли. Вскоре рыси отыгрались. В большинстве отличился Нестеров. Еще до первого перерыва гости вновь вышли вперед. Тютяев был точен. Во втором периоде точку поставил Лопачук. 3-1 победа юности. Царегорский шахтер воспользовался осечкой гомельчан и отодвинул их на третье место. Горняки гостили у Жлобинского металлурга и победа им далась нелегко. Первый тайм гости оставили за собой. Забросил феклистов. Во втором команды порадовали болельщиков голевым изобилием. Оформив шесть взятий ворот. По три на каждую. В стане Столеваров отличались Заломай, Полищук и Угольников. У горняков Мажуга, Иванов и Ремезов. После второго перерыва Станкевич довел преимущество гостей до двух шайб. Незадолго до финальной сирены Заломай, реализовав буллит, вернул интригу поединку. Довести дело до овертайма горняки хозяевам не дали. 5-4 победа шахтера. Вернуть себе вторую строку в турнирной таблице гомель сможет уже завтра. В гости к рысям едет шахтер. Матч стартует в 19.30. Металлург дома сыграет с юностью. Начало поединка в 19.00. Женский гомель завтра сыграет очередной матч чемпионата страны. Команда Томожа Чаттер отправится в Минск. Соперник сборная 2004. В первом круге гомельчанки уверенно обыграли столичную дружину 44-12. Предстоящий матч начнется в 17.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Федерации Ганбола. Сегодня в Минске стартовала спартакиада детско-юношеских спортивных школ по греко-римской борьбе. За награды борются атлеты 2004-2005 годов рождения. В числе соискателей и классики из Гомельской области наш регион на турнире представляют 6 спортивных школ из Гомеля, Жлобина и Мозыря. Сильнейших выявляют в 10 весовых категориях. Финалы пройдут завтра. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.